Не очень, не очень. Есть легкие ощущения, что меня сейчас будут насиловать. Притом разница всего в 170 тысяч. Но это худший матчап, который мог мне попасться в этой ситуации. Хуже быть, наверное, то и не могло. Я не знаю, выбор-то простой. Либо я беру мага, либо я беру пилу. Я не знаю, надо подумать. Пила против седьмого армора заходит, шикарно. Мага, а что маг? Я боюсь, что у меня просто не будет возможности сыграть магом. В то время как пилой-то у меня точно будет возможность сыграть. Но это все равно это ГГ. То есть 8-2-0 против амазонок. Амазонок, это... Амазонки со счетом 8-2-0 против Нурглей, у которых ничего нету, это ГГ. То есть это абсолютно разные команды, что... Тут ни одного шанса, в принципе. Только я бы сказал, вот если бы у оппонента счет был 0-2-8, то шансы у меня были бы. Но судя по всему, оппонент умеет играть на амазонках и... Ну как бы хорошая команда, моя хорошая команда, сейчас потеряет очки. Это весьма обидно. То есть мне на... Понимаете, я просто не нафармлю в этой игре, и мне нужны только шестерки, и... Как бы... Я не знаю, что здесь может помочь. Не, маг, я думаю, плохая идея. Надо было брать пилу. Я зря послушал ногогрызы. Я просто искал повод, на кого свалить. Но маг сосет. Конкретно в этом матчапе было полезнее. Потому что маг, он ничего не даст, в принципе. Один раз маг даст засыпиться за мяч, и то я боюсь, того будет мало. Я просто боюсь, что амазонки меня перебашат к концу матча, и... Как бы... Шансы на это, мягко говоря, очень велики. То, что амазонки перебашат меня к концу матча. У них мало горда, и... А им нужны горды, чтобы меня перебашат, когда у них каждый удар с блоком на гагры. Ну, не неси чушь, пожалуйста. Не-не-не неси, пожалуйста, чушь. Окей. Понимаешь, дело в том, что если ты делаешь там 10 блоков за ход, а твой оппонент делает один за два хода, там не нужно иметь... Не нужно иметь горды, не нужно ничего иметь. Вот здесь будет работать пресловутая дисперсия. Это матчап, в котором как раз-таки дисперсия и работает. Что амазонки просто за счет огромного количества ударов меня перебашат. Ок-ок, успокойся. Ну, просто ты сказал глупость, и... Как бы мне надо было объяснить другим людям, что я сказал глупость. Вот, собственно, и все. Не хочу, чтобы ты... Не хочу, чтобы ты кого-то ввел в заблуждение. А, вот. Тем, что у меня есть какие-то шансы. Пила не сильнее. Пила в зависимости от пробоя. Пила как раз... Лучше бы сыграла почти наверняка. А, вот. Понимаешь, пила это гарантированный удар. А в данной игре у меня ни одного гарантированного удара нет. В этом-то и фигня. То есть... Без гарантированных ударов здесь очень трудно будет что-то противопоставить. Один удар, в нее и все. А может и не. А может ее за пять ударов не выбьют на Гагрис. Это рандом. Маг тоже, знаешь ли, может кинуть на единицу. Просто против седьмого армора пила без фаллов, а именно ударом, работает отлично. У меня же безумия нет, по-моему. Ну ладно, мы получим в дэчло немножко поменьше. Не то чтобы меня это как-то успокаивает, но в дэчло мы получим меньше. Ну, Ситар, опять же, мне кажется, что единственные мои шансы, это вот как вчера... Понимаешь, давай поставим вопрос иначе. Вот Дженни вчера смог перевернуть игру с Брайтом только по той причине, что у него была куща МБ и было ПО. Ему зашел адский пробой. У меня всего одно МБ. У меня всего два блока. И все как бы. И найти здесь адовый пробой по команде... И там в команде было четыре блоджера. А здесь десять блоджеров. То есть, мне нужно надеяться, что у меня будут суперкубы. И при этом, что оппоненты будут средние, хотя бы средние. Ну, я вижу здесь очень мало шансов. Ну, то есть, сильно в теории они, конечно, есть, но... Сильно в теории. Это просто амазонки, которые... Понимаешь, амазонки даже на равном ТВ это команда, с которой я пока не могу играть. А амазонки, которые супердороже, это, конечно... Да, не спорю, действительно, армор важен в этой ситуации. Ну, вот. Ну, в общем, я не вижу возможно... Ну, посмотрим, посмотрим. Просто проблема-то даже не в том, что мне нужен там пробой, да? Хотя он мне, конечно, нужен. Проблема-то скорее в том, что мне нужно найти шестерку для начала. Даже не пробой. Мне нужно каждый раз искать шестерку. И уже на этом этапе возникают очень большие проблемы, которые меня смущают. Там Джинни халяву завезли в Урбубейле на первую неделю? А к чему ты это сказал? Мне просто интересно. Ну, завезли и завезли, в принципе. Окей. Ну, не самые приятные кубы. На самом деле, я думаю, что в этой игре реально есть смысл блицевать зверем Нургла. Вот прям реально вижу в этой игре смысл блицевать зверем Нургла. Вот. То есть, в принципе, в концепции блицов с зверем Нургла ничего плохого нету. Мне так кажется. Просто проблема в том, что все равно это игра. Это не игра, а какой-то крантьевич. Вот. Я, конечно, могу здесь сделать халявный блок в два куба. И, типа, он кажется более разумным, чем блиц зверем Нургла. Вот. Ну, в плане шанс успеха на этом кубе, он немножко повыше. Мне так кажется. Но это не точно. Это не точно. Сегодня перевод ждать? Перевод дня? Да, я думаю, сегодня. Сейчас, ребятки. Тут сначала надо... Не хочу ролл, конечно, тратить. Может быть, кстати, взятку надо было взять? На самом-то деле. Ну, получилось, честно говоря, весьма посредственно. Получилось, честно говоря, вообще очень посредственно. Ну, спасибо, что без удаления, как бы. Лучше бы я кинул бы 3-1 на пробой и 6-4 на травму. Плохо бы пошли. Не люблю такие матчи. Точнее, не люблю матчмейкинг. Вот. Знаете ли. Такой матчмейкинг вызывает какой-то буболех. Я бы так выразился. Сильный-сильный буболех от матчмейкинга. Вот. Мерзкий вид сработал. Воу! Ух ты! Такое бывает. Ну, без пробоя. Ух ты! Пока... Пока я удивлен. Вообще сейчас прям, знаете, магу уже хочется кинуть. Прям... Прям смотрю на ситуацию и думаю, может, пора мага кинуть. Но, ладно, мы пока потерпим. Блин, он меня байтит на мага. Но плохо байтит на мага. Не знаю. Пока... В четверых кидать мага как-то посос, по-моему. Нам так не кажется? По-моему, кидать мага в четверых, это... Не впечатляюще. Не впечатляюще. Два ГФИ. Ну, такое. Мгусы, как она... Как она бьет в красные бесяча. Кидай в шестерых. Да а че в шестерых-то, Энургл Воин? Это плохое. Вот сейчас в пятерых хочется кинуть. Вот сейчас... Сейчас... Не, ну сейчас уже нет тогда. Сейчас уже нет. Это какой-то слишком дешевый байт. Мерзкий вид опять сработал. Удивительно. Но это не та ситуация, когда стоит юзать мага, ребята. Это... Это не ситуация для мага. Я вам точно говорю. У меня есть целый один безопасный удар. Это... Это много. Это я почти не иронизирую. Это действительно много. Ну, в общем, все, что мне нужно, это пробой. И будет здорово. Просто... Ладно, ладно. Я... Я не буду рано... Раньше времени отчаиваться. Ситар меня тут отчитывал за это. Что я, поешь... Раньше времени... Того и этого. Все еще, наверное. Хорошо, effectivement. Продолжение следует... Не, ладно, здесь пока мы... Блин, ладно, давайте сначала удар сделаю. Ладно. Вопрос в том, нужен ли мне Блиц в этой ситуации. Как ни странно, наверное, в Блице смысла особого нету. То есть есть смысл сначала Блоджера пофалить, а потом думать о Блице. Вообще, надо отчаяться. Вот дворфами минус три выходил, начинал... А, ну, даже интригу... Да, да. Ну, как бы без пробоя, ребята. Хорош фолл получился. 5-1 успех и травма 2-2 успех, конечно. Успех на успехе успехом погоняет. Ну, смотри, какой я успешный. Вообще, прям... Все лицо в успехе. Максимизируем свои шансы. Ну, у нас есть один запасной парень. Только теперь проблема-то в том, что мы фалить не можем. Потому что потеря еще одного игрока, она уж больно сильно ударит нас по шарам. И это не здорово. Оппонент заметил, что у меня есть парень с гордом. Вот. Это не может не радовать. Давай, мирский вид сработай. Сейчас было бы очень вовремя. Очень вовремя. Рерол. Ну, двойка. Нормально. А я думаю, он даже стрелку... Нет, все-таки двойку. Хорошо получилось. Можем выбить мячик. В теории. Если он сейчас не сможет даджи прокинуть, то будет хорошо. Хорошо. Хотя, конечно, найти шестерку с блица зверем, господи, воинам будет тяжеловато. Дать ассиста нам будет просто, в принципе. Пока что все идет к тому, что дать ассиста будет просто. Но нам нужны шестерки. Нужно, чтобы он даджи не кидал. Ой, чтобы он кидал единички, двойки на даджах. А он не кидает. Это плохо. Мне сейчас просто придется дать много контакта, которого я давать не хочу. И как бы... Ну, это не здорово. Шестерка в 1д. Это совсем не здорово. Спасибо, что без пробоя. Но он пытается сделать так, чтобы у меня не было двух кубов. Ну, ок. Мерзкий вид. Ну, это, конечно, прикольно, но... Не так, чтобы очень многое мне даст. Проблема-то в том, что мы в минус одного играем. Проблема-то в минус одного играем. Ну, это довольно приятный пробой в этой ситуации. Довольно приятный пробой. Вопрос в том, наступит ли мне на щачло этой девки. Ну, 42 фол. Давайте, че уж там. Воин лежит, маг же. А что мне даст маг в этой ситуации? Зверь пусть отдыхает. Этих ребят не трогаем. Я б, честно говоря, вообще не наступал. Я бы просто каждого игрока с Бладжом любил бы Кочергой. Но пока получается не очень. Не хватает, видимо, игрока с пяткой для полноты картины. Ну, как бы, ладно. Горда мы держим в заложниках пока что. Ну, держим в заложниках, это грубо сказано. Но, как бы, норм. Жить можно. Много контакта неприятного, конечно. Но тут выбора нет. Вся эта игра состоит из неприятного контакта. Ну, это нехороший пробой. Ну, это уже получше стало. Проблема в том, что найти шестерку здесь не так просто. Вопрос в том, нужно ли нам вообще искать шестерку в этой ситуации. Ну, норм, в принципе. От души, друг мой. От души. Ну, это тоже было неплохо. Надо немножко подумать. От души. 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 не хватает немного травм не хватает немного травм ну конечно то что у меня паренек поймал мячик это удивительно как же он находит эти шестерки но и да в принципе я ничего сказать не могу шестерок много честно говоря не припомню в какой игре у меня было столько шестерок сколько сейчас но это не говорю там что все просто как бы ну дам шестерок много ну да там тра-та-та-та-та-та но все все пока сложно зря 1d дал жадность но заметьте что амазонки пока травмы не получают как бы не все идеально не все идеально конечно неплохо было бы сейчас выбить убиваху на вот в три куба только проделать это будет трудновато ну может меня козла отпустит и я получу удар в три куба ну это такое ну чё 1d еще докинуть два плюс на отлично два плюс не кинуто реролл пятерка это это неприятно уже но реролл вытащен хотя я не думаю что в этом матчапе вытаскивание реролов имеет какой-то смысл идеальный скаттер ребята идеальный скаттер лучше быть не могло лучший скаттер в мире ну правда но это вообще киро читерные кетчеры с третьей силой надо амазонкам давать кетчеров со второй силой ну вот сейчас есть смысл как раз зверя нургла уже отцепить и вешать его на эту курву 7 мурную жаль нажаль неприятненько отлично не то чтобы это прям что-то сильно меняло но по крайней мере сейчас можно поиграть макс 4 до чего к этому могу прикопались мог 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 у господи иисусе надо здесь наверно все-таки лучше встать как как сумасшедшие ей богу ну господи где пробой то блин блатбол где мои пробои я понять не могу ну это хороший нокаут крепкие руки выбили да и все остальное трогать то не надо все на блоке уходит да да как же няшку нам на мяч а я подумал что в принципе пишет у меня не прошел бы здесь удар то я бы няшку переносил бы а так как у меня удар получился то типа нету такой прям супер потребности в том чтобы таскать мяху на няху на мяч вот все тут как бы дело в этом просто ну так такой надобности не было конкретно в этой ситуации но я нахожу какое-то фантастическое количество шестерок на вот но просто я няху могу отцепить в любой момент по сути своей а так у меня была возможность выбить важную блоджерную убиваху и при этом у нас все но как бы размин удобный ну вот до мазонка я я-то помню об этом козле а вот он об этой зонке кажется забыл но я не уверен сложная ситуация в общем как каждый думает о своем на женском да понял что нельзя вставать в тот момент но неприятно сейчас протолкнут на мяч мой мерзкий вид опять блин последний рерол тратит ой не уронил вообще идеально сейчас скаттер нужен хороший вовнутрь куда нибудь ну это не хороший скаттер но терпимый скаттер позволяющий мне поиграть давайте скажем так скаттер позволяющий мне поиграть да он что когда если он сделал этот дочь я подумал что он бы поплыл нет все таки все нормально делает хотя если бы он сделал такой дочь это было бы очень смешно и подбор но мы мы в плохой теперь ситуации очень не вовремя это получилось да я бы не сказал что у него совсем ничего не получается как раз у него все нормально тут скорее дело в том что у меня хорошо идет правда вот видимо видимо халява кончилась он он раздуплился на кубы и теперь есть проблемы вот мак да я даже сейчас не вижу смысла в маге потому что я могу разрулить ситуацию без мага ну вот если я могу разрылить ситуацию без мага зачем мне тратить мага это как бы самый наводящий вопрос в этой ситуации ну вот теперь проблемы ребята теперь есть легкие проблемы где надо подумать в принципе в каком порядке делать действия а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже при том, что я кидаю очень много шестерок, у меня ноль пробоя и... В общем... Все весьма своеобразно. Здесь нету ситуации, при которой можно там радоваться, плясать, наслаждаться жизнью и надеяться на что-то хорошее. Ну вот. Силовое не кидание мага. Ну типа того, типа того. Ну сейчас я его типа как бы под сложные кубы подставил, но... Ну если он сейчас их кинет, то это ГГ как бы. Ну не ГГ, но тогда будет пахнуть магом. Вот. То есть я вроде все делаю правильно, но... Очень-очень трудно играть против такой вещи. Служу, чтобы он не кинул 4++, 3++. Это... Этого не будет, ребята. Смотрите. Нет, это будет. Ладно. Дальше скатер меча удачный. Я даже скажу больше. Даже можно забить, в принципе. Даже можно забить. Правда, проделать это будет весьма непросто. Вот. Но... Некие шансы на гол есть. Только, может быть, надо бы сделать по-безопасному, ребята. По-безопасному это я имею в виду вот так. Ротором с блоком хватать? Нет. Это как... Это как раз... Дело такое. Как раз... Почему он блоком не уронил? А, наш без... Блин, я тупой. Да, я тупой. Извините. Я... Я так привык, что они все с блоджом. Это моя ошибка. Я... Я ошибся. Вы правы. Я не заметил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я правильно понимаю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы как бы забиваем. Теперь мы как бы забиваем. Я... Ну, вообще, мне больше ничего трогать Не хочется Ну, разве что вот этот куб Кажется более-менее безопасным Это хороший блок Подкачали нужного игрока Минус к броне А, он без аптеки играет на таком ТВ Он может выбить мячик Он может выбить мячик Ну, ладно, стоим Хороший пробой, очень нужный Мы выбили действительно игрока, который бесит Ой Да, хочу проверить Козел добегает, козел добегает Ну, это Не самые хорошие кубы Но не самые плохие Да, теперь даджи и выбивание Но, с другой стороны Вероятность того, что мы в этой ситуации пропустим Она уже, как бы, мала Мягко скажем Все прошло Нужна стрелка Это стрелка Это вторая стрелка Могу ли дать я здесь Три куба? Вот в чем вопрос Вообще могу, наверное Вообще проще, наверное Блокером оттолкнуть В сторону И не париться Вот Сложный он как-то план делает По-моему, через ГФИ-то побезопаснее Да Неприятненько Пытается загемороить меня очень сильно Но шансы у него есть Да, тут дадж А мне придется кинуть Не самые простые кубы В этой ситуации Молодец, зверь Зверь даже, когда стоит Один из самых полезных игроков в команде Но это, кстати, это хороший зверь Вот этот зверь Он просто батя Он пару игр вытаскивал Уже просто как не знаю кто Ему сайдстепперы надо было раньше поднимать наверх Сайдстеппер мог бы мне очень сильно помешать Он очень долго думал С тем надо ему сайдстеппером работать или нет Это ошибка, короче Мое непрофессиональное мнение Сложные кубы У него тут вообще ничего простого нету Надо кидать какую-то задницу Но шансы есть То есть пока что мне надо кидать Парочку очень непростых кубов Вот это Вот это очень неприятно Молния? Не, зачем молния? Опять же Это все разруливается без реролов Вот Это все разруливается без реролов Пока что Пока что без реролов Очень долго думал Не уронили Жаль Да, все нормально Ну пока все еще расталкивается Правда без блоков Ну вот теперь надо просто кинуть хорошие кубы Правда сделать это будет не так просто Надо кинуть 2 плюс, 2 плюс Мы кинули И забили И левелапнули Это хорошо Ну как бы ладно Окей Теперь надо вытерпеть один тайм А теперь сложный драйв Теперь сложный драйв Действительно Смешно, смешно, спиритолог Я пока отойду на минутку Ща буду Смешно, смешно, спиритолог Че, всего 40 секунд? Он прошел Мне казалось Я отбегал на подольше Ну ладно А чем же он сложный? Сложный драйв тем, что Мне, конечно, не надо забивать Но мне надо Выстоять А выстоять в этой ситуации Будет не так просто Ну, понятное дело, что Дев был сложный Тут я без вопросов Дев был очень сложный И все дела Но, в общем В общем, трудно это объяснить Все очень трудно Вот Сложный матч, в котором Нужны Нужно много заходов Вот Единственное радует Мы как бы убрали Инструмент Который теоретически Мог выносить Наших игроков Это Это действительно Неплохо Вот Да я понимаю Дадул Но я сейчас буду играть Как бы Сверх аккуратно Если в прошлом Я в прошлом драйве Конечно, играл аккуратно Но там Это было Немножко Иным Обусловлено Вот А теперь Как бы Ну Надежда на мага Что в сложной ситуации Маг нам поможет Но тут Все трудно Так Три опта у нас Вот этого козла Окей Просто Амазонки Могут меня Облепить И Если меня Амазонки Облепят То у меня Почти все Контакты Будут Типа Ну В не самые Простые Кубы И Мне это Не нравится Понимаете В чем дело То есть Как бы Вроде Все просто А на деле Сложно Вот Да Да Я Плюс Прухи Не бывает Так много То есть Я конечно Буду надеяться Но Рассчитывать Всерьез На то Что я буду Находить Столько же Шестерок Не стоит То есть Все что Нужно Как бы Меня Облепят И мне Придется Кидать Много Кубов Которые Мне Невыгодны То есть Если в Прошлом Драйве Я бил Только Наверняка В основном То здесь Как бы Уже Придется Там Где Меня Принудят Хотя То Что Мы Достали Рол В Этой Ситуации Это Очень Здорово Рол В Этой Ситуации Это То Что Нам Нужно Было Продолжение 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 Не трогаем пока что У нас оборона стоит нормально Поэтому Тратить ролл сейчас не хочется Все простые кубы я в этой ситуации дал У нас даже в итоге мы нашли За кучу кубов одну шестерку Правда ее оказалось мало Но это лучше чем ничего Это лучше чем ничего Может быть стоило левого воина Нургла Перенести ближе к центру Я поторопился наверное Ну ладно Главный плюс в этой ситуации Ему надо лезть стоять ему невыгодно Да это конечно Но это палка о двух концах То есть в случае чего Если я сейчас вдруг не подберу мячик То у меня реально могут возникнуть Большие проблемы Вот И это уже плохо То есть у меня здесь во многом ситуация Непростая скажем так Ну да ему надо лезть И да это неприятно То есть В этом плане у меня всегда есть шанс на контратаку Ну опять же это очень сложный матчап В котором Может произойти все что угодно Плюс опять же Этот человек умеет играть в блатбол У него стата Просто божественная То есть когда у тебя стата 8.2.0 Пусть и за амазонок Это очень крутая стата То есть он явно разбирается Плюс он сейчас дает мне контакты На которых я должен типа тратить роллы Грубо говоря Вот это хорошо Но вот это ролл он потратил зря конечно Вот это было весьма странное решение Которое мне непонятно Теоретически я могу даже открепить зверя Будь у меня такое желание Вот И то что я выстрел Такую аккуратную оборону Сейчас играет за меня И что мне не пришлось тратить реролл на действие Ну ок Хотя опять же ситуация конечно Бесячая О это повезло Это очень повезло Вот это прямо Это невероятно вовремя Это невероятно вовремя Вопрос в том что вытолкнуть я конечно все равно не могу Вытолкнуть я все равно не могу Но как бы Может нам и не особо это нужно Давайте начнем с безопасных действий Ну с безопасных это конечно громко сказано Но вы поняли о чем я Тут как говорится Вот в этой ситуации Очень важен порядок Да бить наверное надо все таки в 3 куба Если что у нас будет еще один куб здесь И наверное это самое безопасное действие Из всех что у нас остались Да и пусть он со зверем в принципе долбится То есть как бы То что у него есть желание долбиться со зверем Это мне наверное в плюс все таки идет Ну и надо потихоньку обрывать контакты там где они нам неприятны скажем так И здесь наверное надо все таки остаться в контакте Здесь неприятно Ну и еще один ход мы потерпим Хотя ситуация неприятная Еще один ход не подбирая мяч мы сможем постоять Ну ладно Хотя это начинает раздражать Что мы не можем подобрать мячик в такой простой ситуации Отсутствие подбора мяча бьет по нам прямо неприятно Я сейчас может быть играю даже слишком осторожно Привет бигкраут В каждой команде должен быть проверенный боец для работы с мячом Но вообще вспоминая прошлые матчи Этот парень конечно действительно проверенный боец В негативном посыле нашей ситуации Он сейчас через блиц может выйти и напрячь меня Это бесит Но радует что типа так как мы горда поставили в неудачную точку Мы надо бить в 1д по зверю Вот Там конечно шанс 50% Это дохрена Но Отлично Мерзкий вид очень вовремя Это шикарный мерзкий вид ребята Это вот это неверно нужный мерзкий вид короче говоря Не понимаю зачем он подводит игрока под эту ситуацию Типа то есть оно один удар Ну то есть оно 1д Вот Как бы нужно ли это Жаль Это плохие кубы Звер конечно в контакте остается И он не пробит Но это неприятно Я боюсь что сейчас он может вынудить меня Заюзать мага в сайдстеппера Вот Сейчас будет додж Сейчас будет додж И может быть мне придется тратить мага в сайдстеппера Это плохая мысль Но как бы Какой у нас выбор Собственно говоря То есть сейчас он сядет на мяч Придется кидать мага Вот А все потому что мы 2 раза не подобрали его Но я думаю это маг Для максимально сейфовой игры это маг Фолл в 42 в зверя Ну такое Повезло что без удаления Ну жалко что не смерть Но окей Это немного вовремя Ну вот у нас кончились хорошие кубы И мы теперь играем теми кубами Которые нам принесли Скажем так Это Это немного не то чего хотелось бы Я хочу здесь отцепить игрока Получилось правда погано Но окей Это хорошая шестерка Я думаю что сначала нам важно кинуть Подбор И отбежать Третий раз не подобрал проверенный боец Наконец справился Ой проверенный Проверенный ребята Ладно пока стоим Пока стоим Но ситуация конечно очень неприятная Мы тут накидали слишком много плохих кубов И теперь за это Расплачиваемся Я же говорю Вот Ситар правильно понимает Что такие матчапы Они очень сложные В которых до конца все непонятно Вот я три раза не подобрал мяч И как бы Какие у меня проблемы То есть еще повезло Что одна амазонка Выпала из игры То есть одна амазонка Выпала из игры И Жить стало намного легче Если бы мы травмировали бы Сайдстепперную амазонку Жить было бы еще легче Но к сожалению Оно вот не получилось Хотя очень хотелось Жалко что зверь Нургла без блока Очень хотелось бы Чтобы у зверя был блок Тогда бы игра была бы еще проще Зверь пока делает Огромное количество работы В этой ситуации Это очень не вовремя пробой Очень не вовремя пробой Чисто с точки зрения позиции У нас теперь все не очень здорово Из-за этого Нам надо как бы убегать налево Чтобы убежать от сайдстепперши Вот А налево теперь И зоны свободной нету Потому что пробился воин И зверь отдыхает То есть это конечно не в тему немного Но мы наверное все равно побежим налево Потому что убегание влево Оно как то более Ну это очень сложные кубы в меч Я таких кубов даже не видел Честно говоря Когда вставал Потому что мне показалось Что слишком рисково Ну посмотрим В теории Такой фортель провернуть можно Когда сегодня амазонки будут бить гномов? Если мне не изменяется дар памяти В 20.00 Кстати игра уже залилась Прошлая Я сейчас посмотрю Так Диамет там О там же ребят после игры Что-то должны были отписать Хорошая единичка Хорошая дубль единица Да Сегодня в 20.00 Адант играет Теперь на самом деле Можно поиграть более агрессивно И побежать например направо Это самый безопасный куб Это шестерка Это отличный куб Тратим ролл Мы в говне Ну ладно Так Окей Стало получше Мы выбили важного игрока Но стоит сказать Что амазонок Почти каждый игрок Это важный игрок Но Жить теперь действительно Стало намного легче Правда нам всего надо кидать Очень дикую серию кубов Тут как бы Как не погляди Вопрос только в том В каком порядке Это делать Зверя нам лучше Пока не трогать У зверя там Достаточно своих дел Нам тут надо Под зверя Подстелить одну девушку Желательно наверное Все таки вот эту Да Молодец зверь Все хорошо Разгрузились немножко Немножко разгрузились Но все Когда так Да в 20.00 Ту-ту-ту-ту-ту После этого я тур закрываю Ну вот В принципе можно будет играть следующий Я правда там сделаю одну маленькую заметку Потому что у меня завтра игра в робо-бл В 20.30 И как бы В это время естественно Лучше ничего не проводить Вот Ну как бы Игровой день До конца воскресенья Грубо говоря Оказалось что Адант не понял Как работает система На турнире И Горячо там интересовался Что как Но пробои Ральнулись вовремя Кстати у нас этот парень Уже за сегодня Получил 5 опыта То есть он Забил гол И нанес травму Рандомайзер Рандомайзер Исэджоук Очень необычное имя Для Ребят из моей команды Вот Хорошо что у нас сейчас еще воин встанет И Как бы Ему будет чуть сложнее играть Сейчас сайдстеппера Хочет на мяч повесить Это Разумно Правда удар в 1д Не самый удачный Ну опять же Сложный идет Очень Очень сложный идет Правда мы сейчас Сайдстеппершу Можем и так Как бы Оттолкнуть И воссоздать клетку Но проблемы Большие Сейчас очень много От зверя упирается Зверь как бы Дает нам Очень много игры Насколько Насколько у него Получается это Скажем так Зверь пытается Давать нам игру Иногда у него Это выходит Ну я что то Я надеюсь Что индика Сегодня справится Но Адант Слишком уж Потный оппонент Играть против Аданта Это вообще Не весело Никому И никогда Додж прошел Пусть и со второй попытки Это кстати Плохая мысль На мой взгляд Тут от порядка действия Еще многое зависит Очень своевременный пробой Ребята У меня есть план Правда Очень веселый Правда Я не думаю Что стоит его Реализовывать В этой ситуации Зверняшка Зверняшка Парень Парень немножко Нервничает Как же Амазонки Такое не любят Ты бы знал Да я понимаю Я как раз Отлично Это понимаю Другой вопрос Что мне на его Трудности Насрать Это в принципе Но я понимаю Ну сайдстеппершу Надо топтать Тут как бы Без вопросов Нам очень нужно Ее затоптать Это Важный вопрос Нокаут 6-5 И давай Без удаления Отлично Без удаления Это в принципе Лучшее Что могло Произойти Отлично Шансы выставить Растут и растут Ребята Зверь пока Просто божит В этом матче Этот зверь Бог Но ты Этот зверь Понимаете Он в одной Нужной игре С лесными Нет С про-эльфами Дал 2 травмы И еще просто Тентакли работали По-моему там 7 из 8 раз Или что-то Типа того И вообще Этот зверь Он Ну я не знаю Это пока лучший зверь Если бы он еще блок Поймал Я бы вообще не удивился Это слишком хороший зверь Для моей команды Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Но фейлит Он предельно Мало Предельно Мало У амазонок Уже Минус 4 На поле Это здорово Как бы Наши шансы Выстоять В этом матче Растут и растут И еще Мы пока Кидаем Довольно Мало Двоек И единиц Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Ну я бы Я после такого матча На месте парня бы горел Ну вот Потому что По всем параметрам Казалось Что он должен Меня уничтожать А в итоге Как бы Не получается Мне это напоминает Игры Когда я играю Башерной командой Против Дарков Когда Дарки Тебя постоянно Бьют в щачло А ты Ничего сделать Не можешь У тебя удары Не получаются У амазонки Примерно То же самое Удар в 1д Неудачно Ну как бы Она от зверя Отклеился Но Типа А не отклеился Даже Ну это фигня На самом деле То есть Он горда Хотел освободить Чтобы не доджить Я понимаю Это но Но не получилось Вопрос в том Нужно ли мне Забивать В этой ситуации Я вот в этом Изрядно Не уверен Но клетку Мы подвинем Наверное Если прокатит Удар 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну, зверь, к сожалению, не нашел кубы Ну, без удаления даже, ну, извините, ладно, без пробоя Окей, это неприятно Ну, судя по тому Вот Ситар, конечно, хорошо сказал, что Амазонки такое не любят Судя по комментариям, у парня прям это Парень привык, что Никто не находит шестерок А тут бац И что-то шестерки-то нашлись А вот Непривычно как-то, да? Не нравится Ну, блядь, это да, это его единственный шанс, наверное Просто сесть на мяч у него уже не выйдет Но он может, шансы есть, как бы Сложные, но я встал грамотно То есть так, что Тут тяжеловато подкопаться Плюс у меня зверь сейчас практически свободен То есть мне для того, чтобы переместить зверя Нужно сделать один удар с блоком А это как бы фигня, в принципе А еще при желании мы можем вытолкнуть с поля одну Амазонку Ну вот Ну если оно будет Не, он все-таки, видимо Угу Повалили воина Это пока мой самый способненький Самый хороший воин в этой команде С красивым именем Рандомайзер Is a joke Но, кстати, знаете Я думаю, что название команды в этой игре особенно хорошо То есть в этой игре название команды Олицетворяет мой игровой стиль Если можно так выразиться Вытолкнуть немножко трудно парня в этой ситуации Ну я-то хочу, наверное, это проделать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! О, первая тупка зверя, ребята Первая тупка зверя Да давайте, ролл остался-то халявный Поэтому Жаль, жаль На поле осталось совсем мало амазонок Мы свою работу выполнили нормально Я считаю Не без доли прухи Гигантской доли прухи По-моему, это рекордная игра По количеству шестерок у меня Там была просадка в начале второго тайма Но под конец второго тайма Кубы сказали А столовиста, бэйби И... И все стало совсем грустно Но у него есть шанс в 6+, понятное дело Шансы в 6+, очень тяжело заблокировать Не удивлюсь, если прокатят С учетом того, что как бы... Что всю игру не перло Вот Там, правда, от скаттера еще дофига будет зависеть Ой, мне сегодня, кстати, додул Ты же правильно говорил про Армела Мне сегодня аж два вот этих куба королевских выпали Ну, которые от стражника Я один загнал в стиме рублей за 28 Он сейчас очень сильно демпингуется Я вроде успел, пока он не слишком сильно упал А один себе оставил Вот Спасибо, додул То есть мне как бы и по два сундука падает Мне казалось, за игру дают один сундук Но, видимо, я где-то ошибся Вот Он хочет ударить, ребята, не в... Прикольно Вы понимаете, да, его мысль? Он собирается ударить в 1D Круто Ну, посмотрим Если прокатит, я, конечно, офигею Но есть шансы Не, нету шансов Ладно Счастье было близко Сейчас падает по два Блин Падает по два Это круто Как, наверное, у паренька-то бомбить Теперь Теперь Счастье было близко Круто Прикольно 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 И минус не в репу кинул А он много кому кидает минуса в репу У него правда у самого репа Такая минусовая Что я даже не знаю Вот Смотрю зашла тебе армела Мне зашел халявный фарм кубов Давай не будем друг друга обманывать Ой качнули воина нургла Вот это здорово Вот прокачка воина нургла Это тема ребята Жаль зверь еще травму не нанес Сейчас ребятки Надо посмотреть стату Потому что в этой статье Должно быть что-то абсолютно невероятное Опыт лег правда плохо 17 пробоев против 3 3 нокаута 3 травмы 60 отборов против 27 Опта нафармили 14 Ну у зоны кстати вот чисто если смотреть на действия Кубы были практически ровные Практически идеально ровные кубы Даже с легким перекосом в плюс как ни странно А я просто не кидал кубов кстати Хотя у меня перекос в плюс Тоже А теперь давайте кубы для блока Вот Ну амазонок как-то конечно Ну типа ладно Средненькие А теперь открываем Хотя стрелок дико много Открываем Сашу Почти в 2 раза больше шестерок Чем единиц ребята Это Ну тут Тут ничего не сказать Перла Перла так что прям Вау Это фантастика Это фантастика Ну Конечно С одной стороны Хочется взять 9 армор Для того чтобы ставить роттер на лоз С другой стороны Это лишние 10 тысяч Которые ни в голове Ни в заднице Поэтому Нафиг не надо Ну вот Шестерок почти столько же Сколько и стрелок Да Да Не бери Да я блок возьму Господи Что тут думать